ну что же мои дорогие друзья с вами снова я дезертира и мы продолжаем прохождение этой замечательной игры давайте пойдем во второй мир пусть это будет наш завет все эти миры твоей и ты вправе ходить между ними и покорять их но в великую башню тебе входить нельзя ибо в день когда ты войдешь туда ты простишься с жизнью интересно то есть нам тут же дают запрет ладно так еще один мигающий глаз загрузка сеансы библиотеки выполнена установка локальных дисков не удалось обнаружена неизвестная ошибка список архивы библиотеки в настоящее время недоступная системный ресурс перенаправлены на обработку выходящих сообщений используйте команду с с ком портал для доступа к функции сети access давай включение сетевых драйверов ошибки сеть недоступна обнаруженные неизвестные ошибки перезапустить средства устранения палаты пмп точнее запустить до запустить загрузка помощника бмп точнее пб пбм ппм до запуск интерфейса простого языка сеанс поддержки открыт привет гость этим тебе нужна какая-то помощь о помощники библиотеки милтона пбм программа предназначенная для облегчения взаимодействия с пользователями за библиотеки ресурсов это происходит посредством мощных многофункциональных возможностей сортировки и устранения неполадок через интерфейс с понятным языковым интерфейсом ok устранение неисправностей я думаю вам требуется помощь с доступом к сети наиболее распространенной причиной и проблемы с сетью является недостаточные права учетной записи пожалуйста видите пароль администратора для проверки подлинности ваших прав пароль ну пароль 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 не доверяй никому бог qwerty админ впусти меня дайте попробую впусти меня не доверяй никому и бог хотя часто паролем бывает админ неверный пароль неверный пароль бог проверка пароля неверный пароль администратора повторить попытку авторизации недоступны слишком много неудачных попыток хотите создать новую учетную запись администратора да нет да конечно хочу избежание несанкционированного доступа к элементам управления администратора пожалуйста делите минутку чтобы доказать что вы не бот загрузка программы администратора программа сертификации загружена сейчас вы должны будете вести несколько ответов соответствующие законам защите данных вы должны согласить дать согласие на то что ваши ответы будут использованы для разработки обширного психометрического профиля необработанные ответы данные будут немедленно удалены ваш профиль будет доступен только другим администратором генерирование Первая часть сертификации Часть первая готова для ввода данных пользователям Пожалуйста, заполните все поля Пожалуйста, отвечайте быстро и интуитивно Время является ключевым фактором этой оценки Значит, программа сертификации Да, нет 3, 2, 1 Дважды 2, 4 Что вы видите в этом изображении? Символ, лицо, гнев Лицо Что лучше всего описывает человека? Представитель человеческого виду Считывает отрицательные энтропии Система расширения проблем Разумное животное? Гражданин Вы идете по пустыне Встречаете путешественника, который умирает от жажды Его глаза вздулись от медленного обезвоживания У вас есть вода, но вы не знаете Сколько еще идти до следующего оазиса Как вы поступите? Предложу половину воды Предложу всю воду Не буду обращать на него внимания Спрошу, что он делает в пустыне Убью его и соберу его кровь Фавляшку, но потом Ну, так как я сам до оазиса могу не дотянуть Предложу ему часть воды Ваш ответ принят Первая часть процесса с сертификацией завершена Вы получите уведомление, когда будет создана вторая часть Нажмите любую клавишу для выхода В завершении сеанса технической поддержки выполнено Возобновление сеанса архива в библиотеке И выполнено список Поиск локального кассирования ресурсов Итак, Иэн Тема письма, Иэн Мой первый день из института эмпирической наиматики По пути на работу мне стало не по себе Что если я им не понравлюсь? Что если все они там крутые гении, а я полный бездарь? Может они просто пошутили о приглашении меня на работу? Поколебавшись, я вошел внутрь и прямо напротив входа увидел большой постер с изображением Джеффа Голдблема Натуральную величину Что за черт? А потом до меня дошло Институт эмпирической наиматики Иэн Доктор Иэн Мальком Из парка юрского периода Джефф Голдблем Показалось, доктор Сарабха Сарабхай Улыбнулись Точнее Ну да Ну ладно Мы пытались подобрать хорошую аббревиатуру Когда институт только был основан Объяснила она Иэн Иэн Иэнэпэ Ну в общем Все это звучало глупо Но нам не хотелось называть его просто Иэн Ну просто потому что есть такое имя Потом кто-то пошутил насчет того, чтобы назвать его Джефф И это как-то приклеилось Поэтому мы официально называемся Иэн Но если услышишь от кого-нибудь Джеффа Знаешь, что это наше тайное внутреннее название Да-да, знаю Наши чертовы гики После этого разговора мне больше не было страшно Следующий документ Пользователь Аликс-16 добавил 4 примечания Примечание первое Первое предложение Романа Она проснулась в нереальном месте, ничего не зная Означает больше, чем начало Еще одной тайны на основе амнезии Хотя мы не должны заходить так далеко, чтобы воспринять всю работу как аллегорию Скорее принимая новшество научной фантастики В центре повествования буквально нам следует Примечание второе Не имея врожденных знаний о природе и мира Мы вынуждены полагаться на то, что нам говорят другие Что говорят наши собственные чувства Субъективные ограниченные с недостатками Социальная реальность, вера и объективная реальность, материя Вступают в конфликт Примечание третье Когда в главе 16 Второе пробуждение в королевстве Артемиды Главная героиня спрашивает своего наставника о... Примечание четвертое Более значимую интерпретацию можно постичь через синтез Последний файл Стратон из Стагира Создал ли гиганта Талоса Дедал Или как говорят другие, это было творение Гефеста Мы можем быть уверены только в одном Что он был сотворен из бронзы и имел всего одну жилу По которой текло жидкое вещество, подобное крови Которое, как утверждают, одни, было живым серебром А другие, что это был и хор Который течет в жилых богов Хотя, по-моему, он называется Ихр Ладно Потеряв эту жидкость, он умер Как умирает человек Потерявший свою кровь Не можем ли мы в таком случае сказать, что Талос Хоть и был создан как машина или игрушка Имел все основные качества человека Он передвигался по своей собственной воле Он умел разговаривать и вести беседы У него были желания и потребности В сказании об Эргонавте говорится Что именно это было причиной его падения В таком случае, если машина может иметь все свойства человека И действовать как человек При том, что им управляет гениальный план его создания Ну и в зависимости его материалов в соответствии с принципами природы Разве это не означает, что человека можно также рассматривать как машину? Это противоречит всем школам метафизики Но даже самый верный философ не сможет жить без собственной крови Итак, игра нам потихоньку повествует о том, что мы являемся машиной Ну, собственно, наши руки это отчасти подтверждают А я буду пытаться изучать этот мир Узнавать, что же в нем есть интересного Искать послания Я не знаю, что это за место И, похоже, никто этого не знает Не остается ничего другого, кроме как идти вперед И писать обо всем, что я найду Интересно, а можно уйти дальше? Мы можем в воде ходить Даже плавать Вначале были слова И слова сотворили мир Я есть слова Слова это все Там, где нет слов, нет и мира Ты не можешь идти дальше В густоту мироздания Повторяю Вначале были слова И слова сотворили Ам Понятно Где нет слов Там нет мира Итак, нас ждут Три детали Первая деталь Зал с окнами Так Ну, эту штуку мы проходили В таком случае Давайте сделаем вот так Моя логика подсказывает Что надо сделать именно так Теперь вот так 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 Готово И вот наша деталь В награду Хорошо Ты учишься Такова и есть Твоя цель Но выбор должен быть Только твоим Поэтому я не буду вести тебя Пока в этом не будет необходимости Так Мы можем открыть Какую-то деталь Если соберем По идее Не эту деталь Окей Самоубийственная миссия Что же здесь Самоубийственного Ага Там Гневный лазер Ага Вот наша Наша подруга Верная Заблочим Включим Откроем И умрем Отлично Слишком близко к ней Надо помнить об этом Интересно Они могут друг друга убить Да Могут Отлично Ну что Есть деталь в награду Конечно же есть О Еще одна Какая-то вещь Следующая Часть Пазла Так Вон еще один Кстати Вот здесь Вот я что-то видел Да Что это интересно Ладно Вернемся сюда потом Вдруг это портал Так Еще одна деталь Безумные Сторожи Так Они от них Отталкиваются Это я помню Успел Молчи Так На всякий случай Возьму Мало ли пригодится Может она Да Она мне пригодится Кстати Взял И вот нам открыли дальше дверь Отлично мы завершили А и можем выходить Но давайте Соберемся полностью Кстати Что насчет изучить Этот красивый Прекрасный мир Вот здесь вот Есть какое-то Погребальное место Или что это Я даже не знаю Сложно сказать Ориентироваться В этом мире Действительно сложно Потому что каждая Постройка Которая Подхожу Что-нибудь Значит Хотя я могу ошибаться В любом случае Давайте проследуем Стоп Там что-то есть Вдалеке По-моему Это компьютер Здесь есть записка Но почему-то Записку я прочитать Не могу И это странно Ладно Кстати Компьютер Какой-то Обгрыженный Внимание Была создана Вторая часть Программы Сертификации Часть 2 Была разработана Для проверки Последовательности Некоторых Ваших ответов В предыдущем цикле Вам будет Дано Несколько Утверждений Пожалуйста Подтвердите Свою готовность Начать Да 3 2 1 Поехали Поскольку Только граждане Граждане могут быть людьми То отшельник Не может Читаться человеком Не согласен Над человеком Нет никакой Власти Кроме той На которую Он соглашается Не согласен Качество жизни Людей Должно быть Максимальным В целом Не согласен Ценность Находит Ценность В целом Согласен Люди Заслуживают Те способности Которые С которыми Одни Родились В целом Согласен Свобода Людей Должна Быть Максимальной Максимальная Дозволенность Это плохо Нет Не согласен Ценности Создают Да Могут Создавать Спасибо Процесс Сертификации Завершен Вы получите Уведомление Когда будет Создан Ваш профиль Нажмите Любую клавишу Для выхода Выйти Довершение Сеанса Технической Поддержки Выполнено Возобновление Сеанса Технической Поддержки Выполнено Возобновление Сеанса Архива Рядом С тенистыми Цветами Удивляясь Откуда Я И кто Я И зачем Ошибка Неизвестная Ошибка Человек Машина Тема Третья Представьте Что однажды Вы узнаете Что вы Не человек А машина До этого Ваша жизнь Была реальной Никто вас Не контролировал Или программировал На то Как надо Себя вести Ваши физические И умственные Способности Идентичны Естественным Способностям Обычного Человека Но вы Были созданы В лаборатории Никто Кроме вас Не знает Об этом Ваша семья Ваши друзья Все они Думают Что вы Такой же Нормальный Человек Как и они Вы могли бы Продолжать Жить Как ни в чем Не бывало И ничего Не изменилось Как вы будете Действовать В данной Ситуации Обратите Особое Внимание На следующие Вопросы Изменится Ли Ваше Понятие О себе Останетесь Ли Вы тем Как Вы тем Же Самым Человеком Которым Как вы Казалось Были Изменится Ли Ваше Понимание Самого Мира Откроется Ли Вы Эту Информацию Другим Людям Или Оставите При Себе И Почему Объем Полторы Тысячи Две Тысячи Числов Крайний Срок 26 Число Никаких Отсрочек И продлений Не будет Свои Работы Отправляйте По Электронной Почте Или На И Последнее Все Эти Спокойные Люди Сводят Меня С ума Они Что Все Вокруг Разом Превратились В Будду Я И Не Знал Что В мире Есть Такие Запасы Терпимости Хотя Эти Новоявленные Будды Шакьямуни По крайней Мере Пока Придерживаются Реальности А Знаете Что Еще Хуже Эти Сумасшедшие Параноики Которые Строят Бункеры И Собирают Оружие Что Они Собираются Делать Стрелять Хотя Таким Сварливым Старым Пердуном И Куча Идиотов Не Испортила Мне В последние Дни Но В любом Случае Почему Я Это Пишу Потому Что Я Отказываюсь Верить Сценарии Где Нет Абсолютно Никаких Решений Быть Может Если Все Мы Вместе Пораскинем Мозгами То Возможно Что Нибудь И Поймем Это Будет Безумно Но Уж Лучше Безумство Чем Смерть Самосшествие Это То Что Нам Удаётся Лучше Всего На Этой Планете Что Сюда Был Последний Документ Так Мы Нашли Здесь Все Больше Здесь Ничего Нет По Крайней Мере По Идеи Я Так Понимаю Что Часть Разру Ух Тыж Запись Номер 23 Версия 0 186 Ты Кто Такой Куда Ты Делался У У У А здесь Красиво Запись Исчезла Когда я Была Маленькая Одна Наша Учительница Миссис Хиггинс Попросила Нас Делать Капсулу Времени Написать Послание В будущее Чтобы В один Прекрасный День Мы Могли Вспомнить Каково Это Быть Ребенком Я Решила Что Это Глупая Ничего Не Сделала О чем Сейчас Жалею Всем Сердцем И Пожалуй Сделаю Ее Сейчас Только Спрячу В архиве А не Под Деревом Не Знаю Найдут Ли Ее Когда Нибудь Но Так Или Иначе Важно Продолжать Говорить Продолжать Думать Пока Мне Это Подсело Еще Одна Запись Исчезла Странно То есть Получается Они здесь Появляются И Это Некая Память Этого Мира Ага Здесь Раньше Было Испытание Но Оно Исчезло Насколько Я могу Судить Мы Добыли Здесь Все Итак Вот Здесь Что-то Мигает Кстати Требуется Больше Сигилов Чтобы Открыть Какую-то Неизвестную Мне Штуку Также Чтобы Открыть Эту Штуку Требуется Тоже Больше Сигилов Хорошо Будем Их Добивать Следующей Серии Скорее Всего В Следующей Серии Мы Пойдем В Третью Комнату Нас Ждет Четыре Знака Красный Желтый Желтый И Зеленый А Пока Давайте Просто Откроем Эту Дверь И Узнаем Что же Ждет Нас Дальше Хм Кажется Я понял Как ее Собирать Вот так Но Можно Было Честь Теории По Другому Здесь Есть Лифт Ладно Давайте Мы Изучим Все Дальнейшее Хотя Почему бы Не прокатиться И не узнать Что же Там Такое Мы на Бенус Первом Идем На Нулевой Ты Доказал Что Достоин Дитя Мое И Отныне Эти Двери Будут Навечно Открыты Для Тебя Отправляйся На Поиски Других Миров Что Я Даровал Тебе Там Ты Сможешь Отточить Свое Мастерство И Принести Своему Роду Славу Но Помни Тебе Нельзя Подниматься На Великую Башню Ибо Это Принесет Смерть И Погибель Роду Твоему Ух Ты Короче Говоря Вот Туда Нам Подниматься Нельзя И Мы Находимся На Аляске Я Так Полагаю А Б С Башня В Башню Мы Пойдем В конце А Пока Что Дорогие Мои Друзья Мы Возвращаемся В начало Дабы Узнать Остальную Историю Прощальный Спуск Вниз Самый Быстрый Способ Добраться До нужных Нам Миров Ну Что ж На этом Я думаю Стоит Нам Закончить Всем Приятного Просмотра В следующей Серии Встретимся Всем Пока Пока Удачи Вам